В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Сергей Самойлов, начальник Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте. Здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Сергей Александрович, прошел месяц вашего назначения в Рязань. Можно ли подвести какие-то первые итоги вашей работы? Итоги, наверное, подвести рановато. Итоги будет мое руководство оценивать нашу работу. Но хочу поделиться впечатлениями о Рязани, о подразделении, в котором сейчас я служу. Участок и территория обслуживания достаточно обширная. Это вся Рязанская область, часть Московской области и часть Республики Мордовия. Стоит отметить, что транспортная инфраструктура и объекты железнодорожного и водного транспорта в регионе очень обширно представлены, развиты. Личный состав занимается профилактикой преступлений и правонарушений, личной безопасностью, сохранностью имущества. Ну а если уже говорить об итогах оперативно-служебной деятельности, то мы обеспечиваем контроль за перевозкой грузов и пассажиров на уверенном нам участке. Личный состав в 2019 году не допустил резонансных преступлений и правонарушений, таких как убийства, грабежи. Это все положительно влияет на нашу работу. И все же, какие задачи вы ставите перед своими сотрудниками? Ну задачи я ставлю не только перед своими сотрудниками, но и прежде всего перед собой. Это отдаваться работе на все 100%, потому что уверен, что если на службе будет хорошо, то и дома будет хорошо. И обратные моменты, если дома у сотрудника все хорошо, то и на службе у человека не может быть проблем. Поэтому живо всегда интересуюсь обстановкой в семье, спрашиваю, что интересует. Мой кабинет всегда открыт для личного состава и готов всегда принять их боль как свою и буду рад помочь, если что-то не так. Каких-то кадровых перестановок стоит ждать? Не стоит ждать никаких кадровых перестановок. Хочу успокоить и сотрудников, и членов их семей. Коллектив Рязанского линейного отдела сплоченный, достаточно образованный. Каждый специалист в своем деле, в своей специальности. Поэтому об изменениях сейчас говорить и перестановках рано. Давайте поподробнее поговорим об объектах, которые контролируют ваше ведомство. Рязанский линейный отдел контролирует более 850 километров железнодорожного полотна, 450 километров реки. Ну и основные станции и магистрали – это Ряжск, Сасово, Рыбное. Ну те, которые передвигаются основной пассажиропоток и перевозятся крупногабаритные грузы. А сколько нарушений в этом году выявлено и какие это нарушения? Количественные показатели нарушений не могу вам сейчас достаточно точно сказать. Потому что динамика изменяется, количественные показатели растут. Но в нашей работе нет количественных показателей оценки. Мы оцениваем сами себя по уровню доверия граждан. Есть ли изменения в положительную сторону в первую очередь? А так в общей динамике преступности – это вандализм, это вылов биоресурсов, это кражи. Ну вот в основном все. Ну и иные виды административных правонарушений. Как охраняется порядок на железнодорожных вокзалах? Порядок на железнодорожных вокзалах охраняется наружной службой полиции, патрульно-постовой службой, которая и днем, и ночью несет службу. Мы интегрированы в работу железнодорожного транспорта, то есть у нас график день-ночь двое дома. В основном для сотрудников. Сотрудники не только охраняют общественный порядок на вокзале, но и сопровождают пассажирские пригородные поезда, как в сторону Москвы, в сторону Мордовии, в сторону Мичуринска. Мы охраняем и обеспечиваем сохранность имущества детишек, перевозимых из других регионов на юг. Ну встречаем их обратно. В случае, если есть большая группа детей, берем от пункта А до пункта Б и несем за них ответственность. Недавно на вокзалах установили видеокамеры. Как это помогает вам в работе? Ну, мы живем в 21 веке, поэтому все, технический прогресс не стоит на месте. И он очень существенно оказывает влияние в положительную сторону. То не нужно уже самому стоять и наблюдать под дождем, под снегом, под ветром. Для этого есть техника, которая работает в любое время года, в любое жару, стужу. С применением технических средств были раскрыты ряд преступлений. Каких? Ну, против имущества граждан, в первую очередь, и личной собственности. И все же, несмотря на то, что 21 век, кинологическая служба работает. Вот про нее расскажите. Кинологическую службу нельзя заменить. И даже не 21 веком, не 22-м. Нос собаки – это в 300 раз чувствительный нос от человека. Правильная собака, обученная, беспрекословно подчиняется своему хозяину, своему инспектору-кинологу. Способна уловить поведение правонарушителя. К сожалению, у нас сейчас маленький объем работы, связанных именно с применением собак. Потому что профили – это взрывные устройства и наркотики. Но данные собаки активно используются нами на обысках, на проведении профилактических мероприятий. Осмотр багажа в преддверии прибытия делегаций. Это работа ежедневная, каждодневная. И она в первую очередь связана с профилактикой. Потому что никто, кроме собаки и его хозяина, не сможет спрофилактировать преступления. Действительно, теоретического характера. Мы с вами уже говорили про детей. Еще один важный вопрос – это железнодорожные переходы. Много ли мест в Рязани, где не положено их переходить, но все-таки нарушения есть? За переход железнодорожных путей в неустановленном месте предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Максимальный штраф – 100 рублей. Но, однако, ввиду того, что дети, мы не можем наложить штраф на ребенка. Соответственно, штраф может быть наложен на их родителей. Но я называю вот эти неустановленные переходы народными тропами. И вот народные тропы, особенно в пределах города Рязани, находятся практически во всех местах. Кому-то ближе ходить до магазина, кому-то ближе на работу. Ну, это есть проблемные участки. Это в сторону Дягилева, в сторону Лесок и здесь, в районе улицы военных автомобилистов. Там часто происходят случаи травмирования. Вот в 2018 году было травмировано двое граждан. Ну, как это произошло? То есть они приходили и не посмотрели, что едет поезд? Из опыта могу сказать, что многие не обращают внимания на сигналы светофора, идут в ушах наушники, соответственно, не обращают ни на что внимания. И поезд, это нельзя остановить мгновенно, это не автомобиль. Если он груженный, то тормозной путь нередко бывает от 700 до полутора километров, смотря на с какой скоростью он движется. И машинист делает все, чтобы превратить наезд, но последствия, как правило, всегда самые печальные. Ну, а если человеку удается, конечно, выжить, это и тяжелые вещи, это ампутации и вред здоровью. А что касается перехода по народным тропам детей, хотел бы отметить, что они часто копируют поведение взрослых. Товарищи взрослые, вы все являетесь родителями. Не упускайте возможности лишний раз поговорить с детьми. Люди ходят, старики ходят, я здесь ходил и буду ходить, и со мной ничего не будет. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Поэтому лучше ребенку один раз показать, как правильно это делать. Лучше пройти 100 метров в сторону, посмотреть налево, направо. Да, учат поведение в школе в основном, как правильно переходить перекресток, посмотреть налево, посмотреть направо. Вообще, дело в том, что объекты железнодорожного транспорта, будем говорить про них, это не место для игрушек. И бесцельное нахождение детей на объекте транспорта, за это родители несут ответственность. И мы понимаем, что всю железную дорогу огородить невозможно. Железную дорогу перегородить невозможно. Посмотрите, сколько там опасностей. Это высоковольтные провода, 27 тысяч вольт. В случае попадания электротока или травмирования электротоком, шанс выжить 1 на 100. И молодежь подвержена именно этим влиянием. Это зацеперство, это делать селфи одновременно. Во-первых, это все делается в движении, поезд идет со скоростью 60-70 километров. Само падение даже с подвижного состава, это уже травма. Ну а все остальное, это и сцепка, где можно быть зажатым, это и попадание под действие электрического тока. Здесь очень много опасностей и рисков, которые лучше предотвратить сейчас в помощи беседы. Потому что потом уже постфактум донести тяжело. Накануне 1 сентября будете проводить рейды на этих переходах? Не только на этих переходах будем проводить рейды. Мы будем проводить мероприятия в летних оздоровительных лагерях, в школах, когда будут приходить дети, особенно первоклассники. Во всех детских и дошкольных учреждениях, приближенных к железной дороге, проводятся мероприятия профилактического характера. Это и лекции, и беседы. Только за полгода этого, 2019 года, проведено более 500 таких мероприятий. И наша задача, в первую очередь, конечно, не проведение бесед, а сохранить жизнь и здоровье нашим детям. Давайте теперь поговорим про водные объекты. На Оке как часто проводятся проверки? На водных объектах и на реке Оке проверки проходят ежедневно. В основном, конечно, летнее время, когда отдыхающих становится больше. И наши сотрудники речной полиции в основном сталкиваются с преступлениями, предусмотренным статьей 256 Уголовного кодекса. Это незаконный вылов добычи водных биоресурсов. За данное деяние предусмотрены различные виды, как административные наказания, так и уголовная ответственность. С целью профилактики данных преступлений и правонарушений нами периодически проводятся операции профилактической опять направленности браконьер, нерест, путина. Результаты у нас имеются. Хочу отметить, что данное мероприятие проводится в тесном взаимодействии с государственной инспекцией по маломерным судам и другими заинтересованными ведомствами. Мы не преследуем целью наказать. Ведь есть еще и законные способы добычи. Это ловлено с берега на удочку. Но все равно наши сотрудники не остаются безучастными. Проводят опять беседы. Мы помогаем, в том числе и отдыхающим. Такая наша работа. Отдыхающим как помогаете? Ну, если видно, что люди нарушают и пытаются заплыть далеко за буйки, находятся в состоянии алкогольного опьянения, может быть, все что угодно. В первую очередь, профилактировать жизнь и здоровье, чтобы не было утонувших. Это, наверное, самая основная задача для отдыхающих. Число браконьеров увеличивается или нет год от года? Дело в том, что прошли изменения в законодательстве. И в зависимости, существенно увеличены штрафы за незаконный вылов биоресурсов. И многие люди отказались от преступных своих деяний и перешли в более, так сказать, в белый сектор рыбной ловли. Потому что экономика в регионе все-таки, наверное, растет. И уже добычей, продажей биоресурсов на рынке уже, наверное, заработать в полной мере, наверное, невозможно. В том объеме, как было это раньше. Потому что есть другие способы заработка. И тем не менее, осенью будете проводить усиленные рейды? Не только осенью будем проводить и зимой, и весной, связанные как раз с незаконным обогрением рыбы, так называемые, ловить острожников. Для этого нам помогают не только сотрудники полиции работают, но и внештатные сотрудники, которые обеспокоены состоянием дела на реке. Мы с вами встречаемся накануне профессионального праздника. Вот что бы вы хотели пожелать своим коллегам? Всем сотрудникам хотел бы пожелать здоровья, удачи, роста карьерного, чтобы дома было все хорошо. Ну и какой-то инициативы, в первую очередь. Потому что инициатива разумная, она всегда приветствуется в наших рядах. И помогает с более другой точки зрения рассмотреть проблемы под другим углом и более эффективно добиться пассальных результатов. В гостях в программе «Городские встречи» был Сергей Самойлов, начальник Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте. Спасибо, что пришли. Спасибо. До свидания. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин